метельчатую гортензию нужно обязательно формировать то есть делает специальную обрезку но многим же жалко бывает резать вот давайте посмотрим на результат знаменитая ванилла фрайс после дождя ее я наблюдаю в саду у светланы бессоновой шапки тяжеленные и ветки их просто не выдерживает он сколько воды набрала где уж удержать такую махину да сорт этот сам по себе полегающий но можно добиться того чтобы все же не так ложился именно это ванилла фрайс так и задумано так как растет она на подпорной стенке и такое свисание придает некий шарм а вот моя ванилла пуст практически стоит то есть обрезкой мы достигаем нужного нам результата у каждого сорта конечно свои особенности вот что нам рассказывает светлана об этом вот этой готове 5 сезон она выращена мной из черенка то есть я четко понимаю сколько ей лет это ванила фрайс то есть но не нужно от нее ждать высокого куста который держит огромные соцветия нужно помнить о том что да они заваливаются и вот сейчас говорят ставьте в от нее сразу же три междоузлия или четыре междоузлия и вам будет держать она да не будет она держать и вы изуродуйте костяк весь потому что гортензию нужно сначала укрепить чтобы она была вначале крепко здесь должно быть 12 междоузлия вот пять шесть лет вы ее так стрижете и потом потихонечку начинаете отпускать уже на три четыре и выше да она заваливается но так нужно придумать место куда мы ее расположим конечно же это не край дорожки вот пять лет да и вот это вот на край дорожки упадет это подпорная стенка это где-то в середине миксбордера и внизу какие-то короткие пусть там какой-то холм с которого будет она красиво смотрится она прекрасно смотрится издалека для переднего плана для дорожки края дорожки есть замечательные сорта миниатюрные то есть у каждого сорта гортензия нужно все-таки смотреть их характеристики это раскидистый шикарный альтернативный вариант это литл ламлайт до 60 сантиметров здесь уже отпущен на три междоузлия вот видите здесь правильно подстрижена и ламлайт выдерживают и этому тоже около четырех-пяти лет summer love это гортензия уже нового поколения уже улучшенного да и получается мы ее стригли оставляя три междоузлия и вот она держит соцветия то есть соцветия плотная короткая растению четыре года всего-навсего даже до четырех я бы сказал четырехлетка но опять же держит что не свойственно ванили фрайс и опять же нужно разбираться в сортах нужно читать про сорта чтобы правильно их посадить то есть каждый сорт гортензии имеет свой характер и если мы вот в таком состоянии бы подстригли четырехлетнюю ванилу фрайс у нас пятилетняя завалилась молодой куст гортензия до шести лет нужно все-таки оставлять приросты на одну-три почки после шести лет уже можно пускать на 3 и 4 почки уже формировать сам каскад гортензия но пока они молодые вот сад молодой то есть мы формируем до трех почек оставляем другое дело когда мы формируем штамп сорт лайм лайт это крупный не путайте с литву онлайн ему три года этому кусту вот посмотрите какие ветки еще тонкие на это вот он был куплен приобретен мной вот они третий год я убрала эти все ветки и он не выпустит вот такого толстую ветку в принципе характерную для этого софта сезона нарастает и потом мы будем убирать низ и отпускать наверху несколько веточек я в своем саду уже это сделала раньше и получила гортензию на штампе ее мы также формируем стрижем весной оставляя всего две-три почки иначе ее просто разорвет по тяжестью шапок как заложим скелет в начале так и будет она себя вести в будущем если хотите получить каскад потерпите дайте ей создать жесткий келет в первые пять лет а потом у вас получится то что вы хотите вот пожалуйста кустик молодой отлично стоит никаких изгибов стеблей так как два года делаю низкую обрезку и вырезают тонкие ветки мы не говорим сегодня о сортах мы говорим о влиянии обрезки на качество цветения напоминаю что обрезку мы делаем весной осенью лишь удалим от светшей кисти чтобы под тяжестью снега не поломали ветки обрезают гортензию сразу после того как оставил снег в средней полосе россии это апрель месяц но иногда из этих правил бывают и исключения гортензия метельчатая сильно отличается от крупнолистной и древовидной она тоже является кустом но особенным так как не дает корневой поросли новые ветки идут как бы из одного места которое в простонародье называют шеи даже если мы видим ветки выходящие земли на расстоянии друг от друга то подкопав их до основания можем убедиться что они растут не от корней а из одного места вот обрежете единственную ветку на кольцо у самого корня и не дождетесь новых побегов а вот от шеи веточки отрастают на ней находятся спящие почки из которых развиваются побеги замещения поэтому делая все грамотно мы можем исправить форму и совсем переформировать свой кустик ну давайте все по порядку допустим мы купили новый саженец к формированию приступаем сразу формирующий обрезку необходимо проводить первые три года мы работаем над созданием скелета опоры на долгие годы в первый год растение обрезают почти до основания оставив нижней почки чтобы сформировались крепкие побеги как правило это делают в питомнике нам достается саженец уже примерно вот в таком виде крепким его не назовешь но в горшке у него и не получится вырасти сильнее грунт сразу не высадила так как был непонятно жив или нет теперь почки заметны и можно приступать к обрезке вот тут конечно вопрос спорный считается что обрезку нужно проводить до сока движения в апреле поздняя обрезка влияет на цветение но в первый год куст приживается и ему цветение не так уж важно саженца мы получаем в разные сроки и можем уже получить с набухшими почками или у нас нет возможности попасть в сад ранее весной так вот формирующую обрезку все же можно провести по проснувшимся почкам и это будет все равно лучше чем отложить ее до следующего года среза конечно же нужно обязательно замазать чтобы снизить сокотечение и не дать инфекции попасть в рану не слушайте тех кто говорит что замазывать раны у гортензии не обязательно рана есть рана она не должна быть входными воротами для инфекции перед первой обрезкой нужно решить какая форма вас больше устроит вы хотите иметь пышный кустик с низким основанием тогда делаем срез над почками пониже из этих почек в текущем сезоне отрастут веточки которые скорее всего зацветут осенью нужно будет обрезать только отсветшие кисти чтобы тяжелый снег не поломал куст а следующей весной мы снова укоротим новые ветки по своему желанию оставив только нижний узел или два или три от того сколько узлов вы оставите будет зависеть высота куста и сколько цветочных кисти сформируется ведь каждый побег на конце зацветет но не спешите принимать решение мол чем больше веток тем лучше так как цветов больше помните чем их больше тем они мельче много но маленьких или мало но больших выбор за вами оптимально оставлять по две-три почки каждую следующую весну нужно будет укорачивать все веточки от предыдущего года и снова принимать решение над каким узлом делать срез сами понимаете что количество веток в каждом сезоне будет прибавляться в геометрической последовательности куст не будет выглядеть крепким свет не будет освещать каждый листик достаточной мере и ваша красавица не сможет раскрыть свой потенциал полностью поэтому кроме подрезки веток в длину нужно будет вырезать слабые идущие в центр крона и трущиеся это как дерево в миниатюре но вот с саженцами не всем везет часто мы получаем посадочный материал со сломанными ветками или однобокими кронами или в саду уже растут кусты сформированные неправильно не расстраивайтесь форму можно поправить даже если кусту несколько лет рассмотрим несколько вариантов если ветка всего одна или две то при посадке следует растение заглубить тогда из нижней части отрастут ветки из спящих почек останется лишь выбрать наиболее сильные а остальные удалить если веток достаточное количество но они направлены в одну сторону переплетенные или некрасивой формы можно сделать очень сильную обрезку на нижней почке из новых веток сформировать новый куст а вот мы видим этот же куст в следующем сезоне как видите он дал сильные мощные ветки которые теперь нужно обрезать чтобы формировались ветки второго порядка если мы хотим иметь куст низкие то оставляем две-три нижние пары почек все остальное снова срезаем но если нам нужен куст с высокой кроной то обрезку сделаем значительно выше то есть там где мы сделаем свой срез там и начнут развиваться новые ветки какие ветки оставить если их получится много те которые направлены симметрично в разные стороны под углом 30 градусов от вертикали слишком отклоненные ветки по тяжести цветов потом будут лежать на земле а вот смотрите какие сильные побеги но по форме не куст не дерево но ведь так и просится стать деревом отлично будем формировать штамбовой форме рассмотрим готовый штамп у этого деревца оставлен довольно длинный ствол и далее сделана обрезка с короткими междоузлями конечно не все сорта способны давать такие короткие междоузли но будем исходить из того что есть и так первым делом обрезаем лишние ветки и обязательно на кольцо откопав основание чтобы не пошли новые ветки из нижних спящих почек оставляем самый толстый и прямой побег его потом подвяжем колышком укорачиваем его на желаемой высоте если побег уже имеет боковые ветки то из ярусов оставляем тот высота которого устраивает смотрите чтобы почки в узле были развитыми далее будем обрезать ежегодно каждую веточку на желаемую длину и каждый год мы опять должны будем делать выбор много мелких или мало крупных соцветий хотим видеть на своем дереве но в любом случае ежегодно нужно полностью обрезать мелкие и слабые ветки загущающие деревца новые нижние побеги а крупные ветки кроны укорачивать на 2-3 почки в результате через 7-10 лет вырастет деревца со штамбовым типом кроны и мощным стволом диаметром аж 8 10 сантиметров но придется набраться терпения и не со всеми сортами этот фокус проходит подбирайте сорта в описании которых указано что гортензия имеет мощные прямые побеги вот например у меня такой сильный побег дал сорт лаймлайт у которого в описании указано что он прекрасно держит штамбовую форму за готовое штамбовое дерево я отдала 1600 рублей а за лаймлайт 300 думаю что при такой разнице в цене стоит и потрудиться первое время гортензия после такой радикальной обрезки пытается вытолкнуть новые почки на стволе и обрастить дополнительными ветками вот они уже появились на покупном штамбе их стоит сразу удалить когда зовется хорошая крона и наступит соответствие между корневой и надземной частями гортензия перестроится и новых почек на стволе мы уже видеть не будем гортензия как бы обладает интеллектом мы ей дали понять что эти ветки нам не нужны и она посложно выполняет наше пожелание на самом же деле ветки с возрастом теряют способность закладывать почки на стволе поэтому чем более раннем возрасте мы проводим исправление формы тем больше шансов получить достаточное количество новых ветвей с возрастом метельчатая гортензия образует побеги в основном только верхушечной части они деревенеет попробуйте сделать свои гортензии сказочно красивыми уникальными делитесь своим опытом с вами была вероника поливкина все вам доброго до новых встреч